Развалили до основания. В Большой Городне некогда бросово-показательные деревни, отсуществовавшие инфраструктуры, нынешние власти не оставили и следа. Сегодня здесь нет ни магазина, ни клуба, ни бани. Разрушены и котельные. Как выживают люди, увидела Маргарита Кирикович. Как вам здесь живется-то? Честно? Да. Матов не хочу сказать. Как живем? Ничего хорошего. Народа населения в Большой Городне в последние годы не прибавляется. Живут здесь в основном ветераны прославленного совхоза «Заокский». Молодежи делать нечего, потому как ни работы, ни нормальных условий для жизни. Существенные ухудшения, вспоминают люди, начались как раз с приходом к власти нынешнего главы Серпуховского района. Отопление печки поставили, было центральное. Все развалили. Газ возили раза два в неделю. Сейчас ничего этого нету, как хочешь. Так, ни магазина нет. За хлебом надо ехать в Липеце. Молодежь какая есть, она ездит в город работать. Какая не работает здесь, болтается. Работы тоже нету. Ничего нету. Все. Умирающая деревня. В этом горьком признании сторожила деревни – исчерпывающая картина сегодняшней жизни сельчан. Оценка деятельности местных и районных чиновников. Однако, ни в одном своем отчете о проделанной работе первого лица Серпуховского района нет и слова о том, что жители этой и других деревень не живут, а выживают. В празднично обставленных докладах дежурные фразы, за которыми только стремление оправдать свою бездеятельность. Понятно, что супермаркеты у федеральной трассы открывать выгоднее, чем обычный магазин в деревне. Построили, дай Бог, таких гипермаркетов побольше. Казалось бы, решение проблемы, как говорится, лежит на поверхности. Если магазины не приносят прибыли, как объясняет чиновник, их закрытие в сельской местности, то можно хотя бы автолавку несколько раз в неделю отсылать с хлебом и товарами первой необходимости в отдаленной деревне. Но это в случае, если бы главу действительно беспокоило то, что жизнь его земляков сегодня ухудшается. Вот, дровами топимся. Не просто живется? Не просто. Почему? Ну, цивилизации нет такой. Раз обещают, обещают, не ведут. А ведь еще недавно, вспоминают старожилы, в деревне было все необходимое для жизни. И магазин, и клуб, и баня, и котельная работала, и автобус ходил регулярно. Почему все это пришедшие к власти чиновники не сохранили? Недоумевают жители. Десяток совхозных домиков, которые сегодня уже отапливаются дроваями, разрушаются. Вот смотрите, какие порожки. Нам даже не сделают порожки. Вот, люди падают. Упала одна. Совсем не могла встать. Платьям ремонта никакого. Подростки где им заниматься? Дом сидят, в компьютерах. Никакого развлечения для детей. Сколько здесь живу 15 лет, ничего здесь не сдвигалось. Судя по всему, нужды простых людей чиновникам местным и районным кажутся слишком мелкими. Они озабочены решением глобальных проблем. Например, как удержаться у власти. А что толку? Каждый раз обещают, обещают, никому мы не нужны. Мы уже давно ничего не ждем. Не ждете, да? Почему? Не верите? Это уже все, да. Это уже на протяжении 10 лет. А главным показателем деревенской жизни является то, что здесь на всю округу одна корова. И не слышно уже и петушиного пения по утрам. А только лай собак. Пожалуй, единственная перемена за 10 лет – это открывшийся недавно фельдшерско-кушерский пункт. Но это заслуга губернатора, а не местных и районных властей. Доверия и уважение к которым у жителей деревни уже нет. Продолжение следует...